И мне много чего говорят. Мне говорят, Алексей, ты же за это дело деньги берешь. Во-первых, я не беру за это деньги раз. Почему я не беру за это деньги? Потому что я хочу, чтобы вы вкушали качественный и приготовленный именно для вас напиток. Именно для этого мы этот солод молим, потому что мы хотим, чтобы аромат был безупречный. Именно с этой позиции я приехал сюда, на Верхневральский пивной завод, чтобы вам показать, из чего это делается. Конечно, вы думаете, что мне вот вынь да положь, нужно из Магнитогорска сюда мотаться. Но вынь да положь получается только потому, что мне нужно показать вам именно качество. Именно это качество мы вам сейчас и продемонстрируем. А уже затем оно перемалывается. Тот самый солод пивоваренный, вот в этом месте он перемалывается. И чтобы вы не думали, что это бред, это не бред, потому что мы вам показывали, показываем и будем показывать то, что здесь работают только для качества. Именно качество в этом главная загвоздка этого завода. Они не хотят вас обманывать, этого смысла нет. При этом цена пива, в общем-то, она абсолютно адекватная и нормальная. И давайте все-таки будем говорить, что если вы захотели качественное пиво, то по сути событий это пиво только Верхневральского пивного завода, потому что оно безупречное и работающее с мозгами. И после того, как мы помололи его, мы заливаем его вот эти места, в которых оно варится. И варится оно не 5 секунд, естественно, 7, 8, 9 часов оно варится, потому что здесь делается все по нормальной технологии. Оно сначала варится, то есть из сода получается качество, качество получается. И давайте все-таки определимся, вы видели какое-то пиво, в каком оно состоянии? Так вот я вам сейчас объясню, в каком оно состоянии. То есть оно всегда немножко мутное. А почему оно мутное? А сейчас маленький вопрос именно для тех, у кого есть мозги. Вы наверняка думаете, что пиво должно быть чистое и прозрачное. А давайте вопрос зададимся. Вы хоть раз готовили горошницу? Она чистая и прозрачная? Нет. А рассольник вы довольно часто пробовали? Он чистый и прозрачный? Нет. Давайте про борщ договоримся. Он чистый и прозрачный. Борщ, но после того, как туда добавляется томатная паста вместе с луком, он становится не совсем чистым и не совсем прозрачным. Мало того, если мы говорим про продукты нашей жизни, а наша жизнь включает в себя что? Картошка, свекла, морковка, в том числе и солод. Так после того, как они варятся, они все равно выдают некоторое количество осадка. Так вот я вам говорю, никогда не пейте чистое пиво, потому что это бредятина. Технологическая процедура весьма интересная и затрагивает добавление туда дрожжей. Причем дрожжи это тоже очень серьезная процедура. Не просто положили и заправили. Нет, нет, нет. Дрожжи здесь готовятся. Они спокойненько готовятся, а потом уже понемножечку, понемножечку заливаются в тот сорт пива, который мы будем делать для вас. К слову о том, что здесь спокойненько готовят 8 сортов пива. Вы можете выбрать себе любое. И к слову о том, почему я говорю, что Верхневральское пиво в топе. Потому что, во-первых, в отличие от замечательного города под названием Самара, Самара хороший городочек, очень красивый, качественный, в том пивном заводе, который в свое время основал тот человек, который хотел это сделать. К слову о том, что этот пивной завод также организовал тот человек, который хотел выпускать качественное пиво. Объясняю немножко вариант, в чем заключается. В том, что, естественно, эти товарищи проплывали везде и всюду. То есть один человек проехал по Волге, она куда впадает? Каспийское море. Другой человек проехал по Уралу, куда Урал впадает. Тоже Каспийское море. И везде и всюду они дырявили. И вот именно в этом месте у нашей горы Извоз тот человек, который сделал это дело, это было еще в прошлом веке, сказал, что вот здесь будет качественное пиво. Вы думаете, что в Станице Магнитной он не пытался делать заборы воды? Ну, там, где сейчас стоит город Магнитогорск. Он и там пытался делать заборы воды. Но давайте все-таки определимся. Город Магнитогорск никогда не славился качественным пивом. Водка там была от Винтецкая, потому что то количество вещей, которые растворяются в нашей воде, они позволяют этой водке быть изумительного качества. К сожалению, к сожалению, наши дебилы бросили это дело, хотя я бы сейчас рекомендовал бы все-таки вернуться в тот самый замечательный винноводочный завод. Но не получается. А так, конечно, конечно, Верхний Уральск всегда рулил. И хоть вы треснете, хоть вы лопнете, хоть вы обокакаетесь или обосыкаетесь, другого варианта нет. Не я вам про это говорю. Про это вам говорил тот человек, который прошел все места, в которые впадала река Урал и показал, что лучший вариант это все-таки Верхний Уральск. Итак, мы убрали сусло, добавили дрожжи и куда все это дело? Вот в эти бочки. Все-таки мы говорим про пиво. И вы думаете, что пиво это вот положил и ушел. Нет, пиво это не положил и не ушел. Первоначальный смысл изготовления пива это качество. Качество всего. Все вымывается до безумия. И когда все это дело сюда заливается, вы думаете, что что-то ничего подобного. Здесь все идеально вылизывается. И в этом есть смысл человека, который нам говорит, какое пиво он выпускает. Потому что процедура качества. И именно поэтому я переодеваюсь, потому что я должен вам продемонстрировать изумительный вариант. Потому что другого вы не сможете сделать. Может быть раньше что-то было по-другому, но сегодня и сейчас год-то какой. 21 век. Да-да-да-да-да. Второе десятилетие. Ну скоро будет заканчиваться. То есть все должно быть изумительно. Изумительно. И оно здесь делается. Во всех вот этих емкостях их очень много. Сейчас не буду перечислять. Ну где-то, грубо говоря, их тут наверно штук 50. Готовятся разные сорта пива. Здесь одно, здесь второе, здесь третье. А уже потом, не сильно торопясь, вы это пиво можете пить где? В тех замечательных торговых точках города Магнитогорска. Это Вавилон, это Комсомольская 25, это перекресток рядышком с торговым центром на пересечении улицы Советская и 50 лет Магнитки. Вы все это дело видите. Но с другой стороны, если у вас есть мозги, если вы хотите людям дать возможность пить качество, вот этот самый телефончик, давайте все-таки определимся. Вам дадут возможность заработать деньги, но не травите детей, не травите людей, потому что из людей получается дети. А если вы будете их травить всяким херней, блять, вашу мать, то ничего вкусного, но не получится. Этого не нужно делать в природе своей. У вас есть самый лучший пивной завод. Конечно, есть много разных заводов, но для того, чтобы вы это попробовать смогли, я вам три точки уже объяснил. Это все делается достаточно легко и просто. У нас в городе есть два завода, по крайней мере, я их точно знаю. Верхнеуральский завод есть, Рамсдорг тут же. Белорецкого уже нету. Но попробуйте, а после всего этого, вот просто ровненько, по литрушечке, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Попробуйте, если вы поймете, что дядя Леша врать не будет, и он за это дело деньги не берет. И потом уже, когда вы поймете качество, вы остановитесь. Свой выбор именно на продукции Верхнеуральского пивного завода. Поверьте, он впечатляющий и красив. Еще вопрос очень очевиден. То есть, конечно, здесь заливаются все это замечательные кеги. И вы думаете, что процедура переделывания, очистки кег – это легко и просто? Нет. Это сложно. Специальный автомат, который их продувает. Специальный раствор, который туда забивается. Специальный газ, который убирает все это дело. Потом все это дело еще и горячей водой промывается. И тогда, тогда вот это идеал. Идеал, который для вас делает завод Верхнеуральска. Потому что он не хочет и не хочет, и не будет этого делать. Ему это не нравится. Вы должны получать удовольствие. И после этого у вас не должно ничего другого случиться то. Это качество, это качество. Вот про это качество мы вам и рассказываем. И не надо думать, что это бред. Это далеко не бред. Вопрос качества, который вернулся на круги своя. И именно поэтому человек, который это сделал, я готов сказать огромное спасибо. Да, конечно, у нас февраль немножко дает, как скажем, последние февральские морозы. Сегодня 21 число. На улице минус 21 градус. Мы находимся где? Мы находимся в Верхнеуральске на территории Верхнеуральского пивного завода. Но рано или поздно все равно придет лето и вы поймете. Самое главное, что мы сейчас сделали. Мы сделали то, что люди начали понимать. Потому что не только же я говорю. Ну, я, возможно, был бы какой-то вариант, если мне хоть за это кто-то платил денежки. Я за это дело денежков не получаю. Уже потом я спрошу у человека, сможет помочь, не сможет помочь. Ну, это уже чуть позже будет, естественно. Но, тем не менее, Верхнеуральское пиво, как оно продавалось, так оно еще и вкуснее продается. Да. А потому что не только я говорю. Большое количество наших замечательных магнитогорцев это то же самое говорит. Но возникает вопрос. В следующий раз, когда сюда приеду, это будет примерно через неделю, мне задали вопрос. Почему Верхнеуральск? Я вам точно объясню, почему Верхнеуральск. Потому что именно с этой горы было лучшее качество. Гора Извоз. Вот она, прямо за моей спиной. Ее тут посадили. Потому что здесь в свое-то время товарищ Пугачев приходил, попытался обстрелять Верхнеуральское... Ну, здесь были казаки. Были-были-были-были-были казаки. Они были, есть и будут. Потому что это же жизнь наша. Наша казачья жизнь. Она должна вам показывать идеальный вариант. Она это дело показывает вам. Это было раньше. Возможно, и сегодня, и сейчас. И просто мне сказали показать то место. Оно здесь есть. Но почему люди не совсем доезжают? Это я объясню в следующем своем сюжете. Все.